Вдоль трассы Алматы-Копчегай уже уничтожено несколько километров зеленых насаждений. По информации областного комитета автомобильных дорог, вырубка лесополосы законная и всячески одобрена властями. За счет деревьев на этом месте будет построено шестиполосное дорожное полотно. В общей сложности где-то 14 тысяч деревьев надо здесь вырубать. Это согласно проекту строительства автодороги Алматы-Копчегай, расширения дороги. Эта вырубка – еще один удар государства экосистеме, говорит борец за природу Светлана Спотай. В Казахстане и без того достаточно непростые условия – сухая уплотненная почва. От полного опустынивания спасают деревья, но чиновники ставят общество хуже перед самим фактом уничтожения. К сожалению, экологическое законодательство в нашей стране настолько несовершенно, что в принципе, если такое разрешение есть, то это действительно все законно, и общественности нет никаких возможностей повлиять на процесс. Вместо этих старых деревьев высадим молодые еще лучше. Это любимый тезис госслужащего. Но вот волонтер общественного объединения «Посади дерева» Анна Аркалиева сомневается, что молодые посадки приживутся здесь. Одна вода для полива нескольких десятков саженцев в сезон будет стоить больше 2000 долларов. Три города не ухаживают за деревом, оно, естественно, погибает. То по трассе Алмата-Копчегай, не ухаживая за деревьями, они будут в точно таком же состоянии, они не вырастут никогда. То есть, как бы, это просто пустая трата бюджета. То есть, деревья посадят, не будут за ними ухаживать, там так и будет пустыня. Деревья не вырастут. Сегодня экоактивисты в сети призывают казахстанцев наконец проявить гражданскую позицию. По их словам, только общими усилиями можно остановить этот государственный вандализм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова